здравствуйте добрый день меня зовут буримир бахарев я участник проектов waterfront мы сейчас находимся в мастерской егора бавыкина который помогает делать замечательную объект даже не помогает а собственно делает поскольку мы только когда участвовали в проекте делали проект а дальше егор воплощает этот довольно таки сложный объект по проекту я узнал сетях да конечно прочитал информацию о конкурсе и подумал что да интересно поучаствовать поскольку вообще тема связанная с водой петербургом очень важно интересная мне кажется у нас было там студия которая пыталась подвигать проекты связанные с водными пространствами интересная вообще сама территориальная безусловно нахождение петербурга то что это город который находится у воды и внутри него прекрасные там реки да вот поэтому конечно как для петербурга важная тема как я думаю для художников тоже это не может остаться в стороне ну а waterfront привлёк чем что во-первых у них интересная идея и сделать объекты которые могли бы включиться в какую-то скажем так социальную жизнь людей и стать какими-то там интересными точками и для туристов и для горожан в то же время в них должна как-то отражаться стилистика и какие-то скажем там метафизика петербурга города который все время связан так или иначе с водой мне кажется это очень важно причем там когда давали тоже различные интервью правильно считаю там рассказывали кураторы что набережные это очень интересное перспективное развитие для города и мне тоже поэтому тоже так кажется конечно это здорово их очень много и конечно эти объекты они как и социальные так и могут иметь и значение с точки зрения эстетического развития там каких-то маршрутов территорий пространство петербурга это мне кажется очень важный момент и вот надеюсь что такой объект как-то впишется в эту историю и будет как-то работать для города для горожан но и для туристов тоже есть такое предположение что это могло быть интересны туристам тоже конечно были когда вот объявили конкурс там была история предложены различные темы различные скажем так участки и локации нахождения тоже изучив этот материал посмотрел и я все-таки не нашел ту локацию которую мне бы показалось подошла и я нашел специально вот это место которое где река смоленка и уточкового моста мне показалось что это хорошее место там оно исторический контекст интересный потому что там раньше стояли баржи которые перевозили необходимые там материалы для строительства и сейчас важно что они тоже там стоят просто я часто там хожу по этой набережной и там такой сейчас хороший променад и там ходят и туристы и горожане и в общем-то довольно специальный вид такое немножко напоминает и старый петербург потому что смоленка она довольно таки такая река небольшая да и уютная можно сказать вот и там такой просто прекрасный уголок и вот этот объект тоже подумалось что в таком месте могут быть какой-то объект с неким размышлением по поводу истории по поводу архитектуры и в то же время в нем должно быть какой-то аспект современности и поэтому за основу там есть конечно определенные смыслы там образы до какой-то там венеции какой-то архитектуры какой-то там исторической связи да там города современностью поэтому такой образ капители которая скажем так текстуры и ее показывает некой долгой жизни и неком другом восприятии там и понимание как это вообще искусство или там архитектура может жить вот и хотелось на контрасте сделать такую капитель из металла и выбран специальный материал который кстати очень долговечный и им пользуются архитекторы вот и это такая текстура ржавого металла мне кажется очень интересно в этом контексте такая ржавая капитель причем важный момент что она является частью уже существующего скажем так объекта там из из воды торчит труба и она должна как-то аккуратно гармонично с ней соединиться потому что на трубе например присутствует граффити художников петербургских и хотела сохранить этот артефакт и соединить то что было раньше это что можно добавить аккуратно не испортив существующей ситуации да поэтому собственно и проект сам называется составной вообще-то это такой некий принцип что есть какая-то вещь там в городе ландшафте ну не знаю в архитектуре да если мы хотим что-то внести то надо к этому подойти аккуратно не испортить найти что-то в существующей ситуации интересное и добавить чтобы получилось нечто современное это опять же авторский взгляд ну вот как такие скажем размышления о возможности интегрирования современных объектов в старинную историческую там ситуацию ландшафт городской ландшафт ну и вообще-то некий принцип который может как-то использован в различных комбинациях в различных ситуациях но здесь просто такая такая ситуация было бы другое место значит был бы друг другой объект да вот если коротко про почему так и да когда вообще проект почитался понятно что это довольно сложная история и проект принципе его одна из сложности было в том что агро несколько ограниченный бюджет и поэтому хочу сказать что конечно очень сложно было найти про этот кто сможет это сделать и поэтому большое спасибо всем кто помогает да например егор егору бавыкину который шумит и очень сильно помогает и собственно делать этот проект и вот меня поддерживает все время например студия true фото дизайн александр трафиков даже сейчас здесь помогает делать репортаж я считаю очень важно когда есть людям есть вокруг люди которые помогают продвигать проекты ну-ка и поэтому и и и и Субтитры создавал DimaTorzok